Каждые 13 секунд из-за пневмонии в мире умирает один человек. Каждые 18 секунд из-за пневмонии погибает один пожилой человек. И каждые 47 секунд по аналогичной причине уходит из жизни один ребенок младше 5 лет. Пневмония убивает больше людей, чем любое другое инфекционное заболевание. 2,5 миллиона в мире в 2019 году. И эта цифра даже не включает смерти от пневмонии, связанной с COVID-19. Пневмония – это инфекционное заболевание легких, вызывающее воспаление и затруднение дыхания. Пневмония может протекать бессимптомно в виде относительно легкого локализованного заболевания или в форме молниеносного системного заболевания с нарушением дыхательной функции и полиорганной недостаточности. Различные микроорганизмы могут стать причиной развития пневмонии, среди которых наиболее частыми и распространенными являются бактерии и респираторные вирусы. Респираторный синцитиальный вирус человека – пневмококк, стриптококкус пневмония, коронавирус, вирус гриппа, риновирус, метапневмовирус человека, гемофильная палочка, клепсиеллопневмонии и золотистый стафилококк – все они могут стать причиной развития пневмонии. В зависимости от того, где произошло заражение, пневмония делится на. Наиболее распространенная в обществе – это внебольничная пневмония, когда заражение происходит в окружении человека вне больничного сектора. На втором месте – нозокамиальная или внутрибольничная пневмония, развивающаяся у госпитализированных пациентов. Нозокамиальная пневмония ассоциирована с большей летальностью, так как часто причиной ее развития становятся микроорганизмы с множественной резистентностью к антибиотикам, что делает ее лечение намного сложнее. Каждый из нас может заболеть пневмонией, но в первую очередь в группу риска входят люди со слабой иммунной системой, а именно дети младше 5 лет, взрослые старше 70 лет, люди с хроническими заболеваниями – хоббл, диабетом и хронической сердечной недостаточностью. В любом возрасте загрязнение окружающей среды – это главный фактор риска смертности, на который приходится ориентировочно 30% всех летальных исходов. Основными факторами риска являются как загрязнение воздуха в жилом помещении, в первую очередь твердым горючим, которое используется для приготовления пищи и обогрева, так и загрязнение атмосферного воздуха. Истощение, недоедание, низкий вес при рождении и преждевременные роды являются основными факторами смерти от пневмонии среди детей, не достигших возраста 5 лет. Пневмония может быть диагностирована последующим симптомом. Сложности при дыхании, боли в грудной клетке при дыхании, кашель с мокротой, озноб, повышение температуры тела и повышение потоотделения, усталость и спутанность сознания, особенно у пожилых людей. Пневмонию можно предотвратить. Самая эффективная форма профилактики пневмонии – это вакцинация. Каждый второй ребенок не получил конъюгированную вакцину против пневмокока, но вакцины не предотвращают все возможные причины, и крайне важно, чтобы человек при обнаружении у себя симптомов пневмонии незамедлительно обратился к врачу, чтобы он получил весь необходимый спектр диагностики и лечения, включающий антибиотики и кислородотерапию, если это будет необходимо. Однако один из трех детей с симптомами пневмонии не получает всей необходимой медицинской помощи. Пневмония поражает не только легкие, но также может стать причиной развития сепсиса, синдрома дыхательной недостаточности, гидроторакса и различных сердечно-сосудистых осложнений, особенно в случаях пневмококовой пневмонии. Без лечения пневмония может привести к летальному исходу в течение 48 часов. Раннее лечение пневмонии спасает жизни. Пневмония является инфекционным заболеванием, забирающим большинство жизней как детей, так и взрослых во всем мире с цифрой в 2,5 миллиона человек, включая 672 тысячи детей в 2019 году. Пневмония влияет на все страны. Три четверти всех смертей от пневмонии приходится на 20 стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Европы. Наибольшая летальность среди пожилых людей сосредоточена в Европе, Азии и Северной и Южной Америке. Наибольшая детская смертность в Африке и Азии. Половина всех смертей среди детей, не достигших 5 лет, приходится на 5 стран Нигерия, Индия, Пакистан, Эфиопия и Республика Нигер. Ты можешь помочь в обучении населения в отношении пневмонии. Поделись этим видео в твоих социальных сетях, используя хэштег PnevmoLight и хэштег EveryBreatheCounts. Расскажи своей семье и друзьям о пневмонии и прими участие во Всемирном Дне Пневмонии, которое отмечается каждый год 12 ноября. Пока ты смотрел это видео, 15 взрослых и 5 детей скончались от пневмонии. Но у нас есть все возможности, чтобы избежать большинства смертей. Чем больше людей узнают, что такое пневмония, тем в большей безопасности мы будем. Остановим пневмонию. Спасем жизни. За лучший мир. За новый мир. PnevmoLight